Теперь любой родитель может проследить, сколько будет затрачено средств на ремонт школы и на оснащение класса, где учится его ребенок. Для этого достаточно зайти на publicbudget.kz или на сайт открытого бюджета, где все образовательные школы области на данный момент делятся информацией о своем бюджете. Об этом сообщили в ходе совещания с участием заместителя Акима области Сулушаш Курманбековой. В настоящее время в области насчитывается 657 средних учебных заведений. Из них только 47%, это около 300 школ, опубликовали информацию о школьном бюджете. Среди них большую активность проявляют город Тарас и Курдайский район. В Жуалынском, Меркенском, Таласском и Рысколовском районах большинство школ не спешат делиться информацией о своем бюджете. Об этом сообщило антикоррупционное агентство. Каждый родитель может сам видеть бюджет школы и на сайтах. К примеру, надо ли собирать деньги на ремонт класса или средства будут выделены из бюджета? Должен ли совет попечителей проводить собрание, чтобы собрать деньги на ремонт школы? Или есть бюджетные средства? Ни один директор школы или руководство теперь не смогут это скрыть? Кроме того, в ходе совещания с участием заместителя Акима области были затронуты вопросы порядка подвоза детей в общеобразовательные школы, проживающих в отдаленных населенных пунктах, где школ нет. Но несмотря на то, что транспорт для перевозки школьников все же имеется, качество транспорта оставляет желать лучшего. К примеру, 11 автобусов в Рысколовском районе на ходу аж с 80-х годов прошлого века. И, конечно, они не соответствуют техническим требованиям. По словам Акима района, проблема в том, что в данной сфере нет конкуренции. В тендере участвовало всего несколько человек, предлагающих транспорт для перевозки детей. Все, что они говорят, во-первых, транспорт прошел технический осмотр. Во-вторых, другой техники нету. Нет желающих на конкурс. Однако этот вопрос заместитель главы региона поручил решить до конца года. Кроме того, она отметила, что реализация программы с дипломом в село в населенных пунктах остается проблемой. По ее словам, все еще существует неопределенность в предоставлении жилья молодым специалистам. Есть факты, что компенсацию получают не специалисты, приехавшие из другого края, а местные жители села, работающие в детском саду или школе. И проблема дефицита специалистов все же не решена. По моему мнению, в районах говорят, иди с той школы принеси, того директора попроси. И директора школ подтверждают, что им якобы нужны специалисты, даже если ими не нужны. Затем они получают пособия и льготы для получения жилья. Руководство области поручило акимам районов провести тщательную проверку специалистов, работающих по программе с дипломом в село. Отметив, что не стоит ограничиваться на данные, представленные районами и сельскими школами. Необходимо всесторонне проверять информацию о молодых специалистах. Тория Трегубова, Азат Батимир, 77 News.